Губернатор Нинецкого округа провел рабочую встречу с членом Совета Федерации Федерального Собрания Римой Галушиной. В эти дни сенатор работает в Наринмаре в рамках региональной недели. Какие вопросы обсуждались на встрече, расскажем в начале выпуска. В Нинецком округе планируют увеличить социальные выплаты труженикам Тундры. На эти цели в окружном бюджете в 2019 году дополнительно предусмотрят более 11,5 миллионов рублей. Коммуналка подорожает, правда не сразу, а поэтапно. Тарифы на услуги вырастут сначала с 1 января, а затем с 1 июля 2019 года. Села воли и желание изменить свои привычки. В России отмечают День борьбы с курением. Жителям окружных сел справиться с пагубной зависимостью, помогает телемедицина. Время новостей на телеканале «Север» в студии Ирина Никешина. Здравствуйте. Глава Нинецкого округа встретился с сенатором Римой Галушиной. В эти дни член Совета Федерации работает в Наринмаре в рамках региональной недели. В Верхней Палате Российского парламента Рима Галушина работает в составе Комитета по науке, образованию и культуре. В ходе диалога Александр Цибульский отметил важность того, что защита прав окружных детей по-прежнему остается в поле внимания сенатора. Рима Галушина сообщила губернатору о вопросах, которые были подняты жителями округа накануне в рамках личного приема граждан. Речь в том числе шла о проблемах трудоустройства выпускников средних профессиональных учебных заведений. «Из всей группы, это получается выпуск с 17-го года, в январе 17-го года они выпустились, это оператор нефтяных и газовых скважин, и из 16 человек из группы только один трудоуствовался в компанию нефтяную, чеки Зандрома. Остальные, вот эти вот двое ребят тоже, они сейчас получают высшее образование, тоже хотели бы заочной форме, хотели бы тоже работать в этих компаниях, которые вот у нас здесь есть, компания, митрополизводитель, но, к сожалению, никуда не могут переустроиться». Эту инициативу Александр Цибульский поддержал и отметил важность того, что защита прав окружных детей по-прежнему остается в поле внимания сенатора. Здесь, по мнению губернатора, свою роль играет работа Рима Галушиной в должности детского омбудсмена. «Я честно скажу, что я считал, что вы довольно эффективно выполняете свои обязанности в качестве уполномоченного права ребенка, и вы, как видите, дальше кого-то могли бы порекомендовать на это место, может быть, вместо себя, чтобы нам сохранить вот эту приемственность, и точно, чтобы у нас не избавлены темпы, и, в общем, чтобы вы тоже в какой-то определенной степени уже сейчас в статусе сенатора продолжали нести ответственность за это направление». «Преемственность здесь очень важна. На самом деле, конечно, я очень бы хотела, чтобы работала Галина Николаевна Гуляева. Она долгое время возглавляла комитет по смене и политике и ответственном попечительстве. Все вопросы ей понятны. Мы с ней вместе сотрудничаем с 2005 года. И я ее знаю как человека искреннего, порядочного, глубоко порядочного и действительно искренне, которая ратует за благополучие наших детей». Римма Галошина подчеркнула, что рекомендуемый ею на должность детского омбудсмена кандидат хорошо знает все семьи, находящиеся в социально опасном положении, лично знает историю каждого ребенка-сироты. Также сенатор отметила, что Галина Гуляева была членом экспертного совета приуполномоченного по правам ребенка. И многие вопросы решались совместно. «Все те начинания, которые были сделаны, это и проекты, которые мы реализовывали, и ту работу с семьями, которые непосредственно у меня находились на контроле, я думаю, она как раз сможет продолжить эффективно». В свою очередь Александр Цибульский сообщил, что рекомендации о назначении Галины Гуляевой на пост уполномоченного по правам ребенка в Нейнском округе к нему уже поступали неоднократно. «Самое важное, чтобы человек действительно душой относился к этому исполнению именно вот этой роли, потому что, по сути, для многих детей это такая замена родителей, где-то, да, и такая единственная возможность получить защиту и какие-то соблюдения гарантий в своей жизни». Вместе с тем глава региона сообщил, что в ближайшее время намерен встретиться с Галиной Гуляевой лично. Мария Владимирова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Для оленеводов Ненецкого округа увеличен ряд социальных выплат. Речь идет о ежемесячных соцвыплатах для работающих оленеводов, ежегодной выплате для пенсионеров-оленеводов, а также стипендии для студентов-детей-оленеводов. Соответствующее решение принято сегодня администрацией округа. В частности, оленеводам и чум-работницам, в том числе в семейных и родовых общинах, ежемесячная соцвыплата, получателями которой являются 850 человек, будет увеличена с 2000 рублей до 3000. Также увеличены еще две социальные выплаты. Ежегодная единовременная социальная выплата оленеводам и чум-работницам, достигшим определенного возраста, и которым назначена пенсия, выплата в размере 4000 рублей была увеличивается до 10 тысяч рублей ежегодно. И выплата студентам из числа детей оленеводов и чум-работниц увеличивается с 1000 до 2000 рублей. Это решение было принято по итогам встречи губернатора с оленеводами и в рамках года оленеводства в Ненецком округе. Данная инициатива главы региона по изменению закона об оленеводстве в НАУ будет внесена в окружное заксобрание и рассмотрена на очередной сессии. Его принятие потребует дополнительных затрат окружного бюджета в 2019 году в общей сумме более 11,5 миллионов рублей. Строительство первого участка дороги на Ринмар-Усинск планируется завершить в 2022 году. Администрация НАУ на очередном заседании внесла изменения в инвестиционный проект. Поправки касаются сроков реализации проекта и его стоимости. Как отметила заместитель руководителя департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта НАУ Валентина Саутина, строительство дороги на Усинск продолжится с первого участка, то есть со стороны Наринмара. В округ планируется поступление средств федерального бюджета на строительство дороги на Ринмар-Усинск. И в связи с тем, что реализация проекта предлагается продолжить ее с первого участка, это со стороны Наринмара, необходимо было внести изменения в нормативные документы, в том числе и в решение о бюджетных инвестициях, которое было принято еще в 2016 году. Тогда первоначальная стоимость инвест-проекта составляла 3,4 миллиарда рублей. Как пояснила Валентина Саутина, в связи с продолжением реализации проекта уже с первого участка произошло увеличение стоимости более чем на 10%. Срок реализации также изменился в соответствии с проектом распоряжения. Строительство участка начнется в 2018 году и завершится в 2022. Строительная длина участка составляет порядка 23,5 километров. Также проектом распоряжения внесены изменения в сведения о государственном заказчике. Теперь им является централизованный стройзаказчик. В администрации Ненецкого округа обсудили реализацию соглашения о социально-экономическом сотрудничестве региона с компанией «Сургутнефтегаз». Оно было заключено в 2015 году. Сейчас идет подготовка к подписанию ежегодного дополнительного соглашения. Согласно соглашению, нефтяники с 2015 года перечисляют в бюджет региона на социально-экономическое развитие порядка 2,5 миллионов рублей. Сейчас компания «Сургутнефтегаз» имеет 11 лицензионных участков. Добычу нефтегаза не ведет, но осуществляет работы по геологическому изучению недр. Предлагается рассмотреть соглашение с перечислением в бюджет Ненецкого автономного округа 2 миллионов рублей на социально-экономическое развитие округа. Надо учесть, что сумма отчислений остается неизменной в течение последних трех лет. По мнению же губернатора, необходимо учитывать инфляцию и плавно увеличивать сумму. Надо работать с тем, чтобы хотя бы ежегодно уровень инфляции еще как-то немножко повышать свое участие. Возможно, изменения в этом направлении будут внесены уже в соглашение следующего года. Тарифы на коммунальные услуги в 2019 году будут повышены в два этапа. Первый раз платежи в квитанциях россиян вырастут 1 января на 1,7%, второй раз 1 июля на 2,4%. Такое постановление подписал председатель правительства Дмитрий Медведев. Разбивка на два этапа используется впервые. До сих пор тарифы ЖКХ индексировались только раз в год с 1 июля. До этого был опыт их повышения с начала года. При этом для каждого региона устанавливаются предельные индексы повышения тарифов ЖКХ, которые не могут быть превышены. Регион повышает тариф неравномерно, а с учетом потребностей конкретных поставщиков ресурсов и коммунальных услуг. В результате один ресурс может вырасти больше, а другой меньше. Главное, чтобы суммарно по всем видам ресурсов тариф не превысил установленный для региона потолок. Сейчас в сфере жилищно-коммунальных услуг накоплен объем дебиторской задолженности в 1,298,000,000,000 рублей. Постепенно долги снижаются. В сравнении с первым кварталом текущего года задолженность снизилась более чем на 100,000,000,000 рублей. Порядка 170,000,000,000 рублей задолжали на Ринмарце за коммунальные услуги. При этом с 1 сентября сумма долга выросла почти на 12 миллионов рублей. Такие данные Городского управления экономического и инвестиционного развития приводятся в сообщения Пресс-службы администрации Наринмара. Из 9 управляющих компаний больше всего жители города задолжали ПОК-ИТС свыше 61 миллиона рублей. Добавлю, что максимальная задолженность одной квартиры составляет 88 тысяч. Жильцы домов, находящихся на содержании управляющей компанией Наринмарстрой, задолжали почти 33 миллиона рублей. Максимальная задолженность одной семьи составляет 46 тысяч рублей. В Азису горожане задолжали 26 миллионов, а наибольшая сумма коммунального долга одного лицевого счета составляет 71 тысячу рублей. Самыми ответственными потребителями ЖКУ в сентябре текущего года признаны горожане, дома которых находятся в управлении ТСЖ Дворянское гнездо, управляющей компанией Уютный дом и Общество Аврора. Максимальная задолженность одного лицевого счета составляет 682 рубля, 3 и 8 тысяч рублей соответственно. Еще одна управляющая компания Общество Содружества данные по задолженности не предоставила. Изменения в порядок организации и осуществление регионального контроля в области регулируемых государством цен обсудили сегодня на очередном заседании администрации округа. По словам начальника управления по госрегулированию цен Ненецкого округа Сергея Андреянова, принятие постановления вызвано необходимостью реализации изменений в федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора. Изменения в порядок подразумевают определение категории и критериев риска для юридических лиц и частных предпринимателей при проведении плановых проверок их деятельности. Так предполагается выделить три категории риска – значительный, средний и низкий. Если регулируемая организация является получателем средств из бюджета Ненецкого округа в связи с применением регулируемых тарифов, либо выручка свыше 10 миллионов рублей по регулируемым видам деятельности, проверка проводится не чаще одного раза в три года. И низкий риск – это в случае отсутствия признаков по значительному среднему риску и плановые проверки не проводятся. Губернатор округа Александр Цибульский рекомендовал поддержать данную инициативу. Депутаты окружного собрания предложили увеличить поддержку реализации инициатив жителей округа. На эти цели в 2019 году местным бюджетом будет направлено 10 миллионов рублей. Основные цели субсидии – активизация участия населения, муниципалитетов в решении вопросов местного значения и развития механизмов инициативного бюджетирования. Инициативное бюджетирование позволяет жителям населенных пунктов самостоятельно определять, какие общественно значимые проекты следует реализовать в приоритетном порядке на их территории. Проекты реализуются при финансовом участии трех сторон. Самих граждан, объем их участия в проекте составляет 1% от общей стоимости проекта. Бюджета муниципального образования в объеме не менее 10% и окружного бюджета, нагрузка на который составляет 89% стоимости проекта. При этом доля участия населения может быть заявлена как в денежном эквиваленте, так и в нематериальном. Например, жители могут взять на себя обязательства самостоятельно выполнить ряд работ. Инициативное бюджетирование реализуется в округе с 2017 года. В Астрахани завершился финал Российской национальной премии «Студент года-2018». Премия уже на протяжении пяти лет объединяет студентов средних и высших учебных заведений страны из разных уголков России. На этот раз в финальном очном этапе проекта приняли участие 165 студентов из 50 регионов страны. Среди них и 7 студентов из Ненецкого округа. Для студентки третьего курса социально-гуманитарного колледжа Татьяны Тюленевой выбор номинации «Спортсмен года» для участия был очевиден. Девушка уже шесть лет занимается силовым трееборьем. Времени на подготовку к конкурсу было достаточно, ведь участвовать она решила еще год назад. Заочный этап был без труда пройден. Затем испытания в Астрахани. У нас проходило испытание в четырех направлениях. Это самопрезентация, она включала в себя представление себя жюри. Второй этап – это проверка знаний, история развития олимпийского спорта в годы СССР. Третье испытание – открытая тренировка проводилась в спортивном комплексе. И последнее испытание – это сдача норм ГТО. Они, конечно, были не самыми простыми, но нам предстояли некоторые трудности, но мы с ними справились. Одно из требований к участникам Всероссийской премии – учеба только на 4,5. Кристина Стец как раз относится к таким студентам. Говорит, испытания были несложными, но умение держаться на сцене и отвечать на вопросы жюри заставили поволноваться. Для студентки это первый подобный опыт. На очном этапе у нас были самопрезентации. Мы разгадывали кейсы, нам их давали. На следующий день мы должны были их рассказать. Также мы проводили урок для шестых-седьмых классов, тоже по направлению добровольчества. Окружные студенты принимают участие в национальной премии уже в четвертый раз. И пусть пока победить не удалось, главное – это участие и возможность не только завести новые знакомства, но и получить огромный опыт. Конечно, очень важно. У нас в округе проходят и свои, много форумов, слетов. Сейчас будет на днях региональный молодежный форум. Они много принимают участия. Но именно вот этот выезд – первое и главное, что они уже победители. Они победители, потому что более трех тысяч студентов приняли участие в заочном этапе, и только 165 прошло. И получается, что наши ребята, ребята, девочки прошли – это здорово. Студент года является первой национальной премией, учрежденной Российским союзом молодежи и Министерством образования и науки. Его главная цель – выявление, поддержка и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, журналистики, молодежной политики, студенческого лидерства и общественной деятельности. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». 15 ноября отмечается Международный день отказа от курения. В этот день во многих странах активистами и представителями учреждения здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и другие мероприятия, направленные на пропаганду отказа от курения. Индивидуальные консультации для тех, кто хочет избавиться от пагубной привычки, проводятся и в отделении медицинской профилактики Нинистской окружной больницы в кабинете отказа от курения. Для тех, кто проживает вдали от окружного центра, есть возможность получить помощь в борьбе с никотиновой зависимостью, используя телемедицину. И вот сейчас впервые мы опробуем дистанционную телемедицинскую консультацию для того, чтобы приблизить эту помощь тем пациентам, которые находятся далеко. Мы сами учимся. Этот сеанс проходит впервые. На той неделе был первый сеанс, и он проходил в режиме индивидуальной консультации специалист и пациент. Сегодня консультация будет групповая, то есть там в Каратайке будет сидеть пять пациентов и, соответственно, здесь специалист, который будет их консультировать. Каждый пациент таким образом получает индивидуальное заключение. За его успехами врач будет наблюдать в течение полугода. Добавлю, что кабинет отказа от курения работает ежедневно. Записаться на прием можно по телефону 651-23. Такова информационная картина к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды.